Лена, а ты, кстати, слышала, что победу Трампа на выборах президента в Америке 16 лет назад предсказали Симпсоны. Симпсоны? Шутишь? Вот именно Симпсоны. Потому что тогда, в 2000 году, снимали одну серию этого сериала про то, как Трамп побеждает на выборах президента. Тогда это казалось действительно очень смешным и невероятным. Невероятно, но факт. И давайте, наконец, спросим, как победу Трампа восприняли в самой Америке. С нами на связи из Нью-Йорка Моиш Соловей, политический консультант. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в Европе русскоязычные мигранты в последнее время известны тем, что голосуют скорее за правые партии в Германии. Это альтернатива для Германии. А как голосовали на этих выборах наши соотечественники в Америке? Есть какие-то данные? Я вижу, что это общая болезнь выходцев из СССР. В Америке также большинство русскоязычной общины поддерживало Трампа. Большое исключение было для выходцев из Украины, которые, в принципе, всегда поддерживали республиканцев, но в этом году сказали, что они не могут это делать и за позиции Трампа, и по отношению к России, и по его взглядам на российско-украинский конфликт. А что именно привлекало русскоязычных голосовать за Трампа? Что у него есть такое? Частично, если говорить честно, это связано просто с расизмом, потому что последние 8 лет все постоянно жаловались на черного президента, я имею в виду в русской общине, на черного президента со смешным мусульманским именем. Они считают, что только сильный человек, как Трамп и республиканская партия по-настоящему сможет вести жесткую политику по отношению к другим эмигрантам, и по отношению к Европе, и по отношению к мусульманским странам. И это почему-то сильно большой приоритет для русскоязычных здесь, в Америке. Но вот в России победу Трампа восприняли просто с восхищением. Вот означает ли это оттепель в отношениях между Россией и США? Это самое смешное, потому что в принципе большинство русскоязычных жителей Америки были всегда настроены довольно сильно против президента России Путина и России в сегодняшней форме. Поэтому это одна из вещей, которую никто из аналитиков не смог понять. Скорее всего, это просто ему прощают точно так же, как евангелисты прощают Трампу его три женитьбы и другие вещи, которые бы они никогда не простили демократам. В данной ситуации люди предпочитают закрывать глаза. То есть этот результат среди всего населения и в том числе среди русскоязычного населения для вас стало сюрпризом? Это, конечно, большой шок. В то же самое время абсолютно все статистические данные показывали, что результат будет очень близким. Мы ожидали, что если бы была победа Хиллари, она, скорее всего, была бы меньше, чем победа Обамы на последних двух выборах. Но никто не ожидал, что карта превратится просто в то, что она была в 80-м году, когда Рейган захватил Америку. Трамп смог взять минимум четыре штата, которые абсолютно железно голосовали за Обаму последние два раза. И этого никто не ожидал. Понятно. Еще раз про внешнюю политику в Германии. Теперь пишут, что, скорее всего, при Трампе Америка будет заниматься Америкой, и, что касается в том числе и Украины, этими проблемами, европейскими проблемами должна будет заниматься сама Европа, в том числе Германия. Что вы ожидаете? Это очень хороший вопрос. Основная проблема с президентом Трампом – это то, что никто на сегодняшний день, включая президента Трампа, не знает, что будет на самом деле. Насколько я понимаю, Трамп не ожидал выиграть. И поэтому вещи, которые говорились в течение последнего года, полутора лет, они были ориентированы только на его коренных избирателей. В то же самое время он сам говорил, что он не любит ничего обещать, он не любит себя забивать в угол. Он, как любой бизнесмен, хочет иметь много вариантов и хочет держать их открытыми. Поэтому это абсолютно непредсказуемо. В общем, по настроению, которое сейчас в Соединенных Штатах, скорее всего, люди хотят больше изоляции. Если с правой стороны был Трамп, с левой стороны все-таки больше всего голосов поддерживали того же самого Берни Сандерса, который с левой стороны хотел изоляции. Большой процент американцев продержал независимого кандидата от либертарианской партии, который также хотел изоляции. Я уверен, что вас об этом тоже смеялись. Он мне настолько хотел, что он даже не знал, что такое Алеппо. И это стоит ожидать. Особенно по отношению к Украине, потому что Трамп, да, поддерживает более теплые отношения с Россией и, скорее всего, не захочет ссориться с ней из-за Украины. То есть, возможно, такой вариант, что Трамп снимет санкции с Россией и скажет, Европа, разбирайтесь сами. Это вполне возможно. Что еще может произойти, это то, что Европа первая снимет санкции. Потому что они, из того, что мы видим, Европа уже давно об этом думает, но не делала из-за жесткой позиции Обамы. И сейчас, когда Европа поймет, что для Трампа это последний приоритет, то я не удивлюсь, если Германия первая это сделает. Большое спасибо. Итак, с нами на связи был Моэш Солуэй, политический консультант из Нью-Йорка. И, как говорится, поживем, увидим. Спасибо.